В Донецкой области перебои с лекарством против заболеваний артерии. О дефиците препарата телеканалу Донбасс сообщили зрители. Вместо привычных таблеток больные вынуждены приобретать аналоги. Однако после смены препарата некоторые жалуются на ухудшение самочувствия. В ситуации разбирался Сергей Зленко. В шкафу Александра Александровича горы таблеток. Шахтёр-пенсионер лечит заболевания сосудов. Говорит, когда из городских аптек исчезло привычное лекарство, ему предложили более дорогой аналог. Но после нового препарата мужчина стал чувствовать себя ещё хуже. Это не поступление кровью по ведерной и подвздошной артерии в ногу. И без поступления кровью начинается отмирание ткани. Четыре года лечения улетело. Когда я пил лазонит, этого не было. Наша съёмочная группа обзвонила несколько десятков аптек области и прошлась по Донецку, чтобы лично проверить, есть ли препарат в продаже. Сейчас нет, у него закончилась регистрация, поэтому нет препарата. На данный момент в наличии нету, можем заказать на завтра. Только в одной аптеке таблетки были в свободной продаже. Если уже там индивидуальное восприятие определённого препарата, определённой фирмы, это может быть, ну так, чтобы это стало сильно большой проблемой для всех больных, я бы не сказала. Начальник областной службы по лекарственным средствам призывает не драматизировать ситуацию. Ведь пока нет импортного, можно покупать и более дешёвый украинский аналог. А вазонит всё-таки прошёл регистрацию и вскоре дефицита не будет. Вот уже в июле месяце 9600 упаковок везла наша донецкая фирма. И в ближайшее время препарат поступит во все наши сети Донецкой области. В данное время препарат находится на карантине. Он проходит процедуру получения выставка про якость, вызванную в Украину лекарскому засобу. Импортный препарат прописал Александру Александровичу врач одной из донецких больниц. Но сравнивать свойства отечественных и заграничных лекарств доктор отказался, сославшись на занятость. Сергей Зленко, Николай Добрянский, телеканал «Донбасс».